Друзья мои, я приветствую вас на нашем канале. Хоу, смотрите, все заставлено пеноблоками, работа идет у нас полным ходом. Гараж уже почти, ну, 12 ряд, как-никак. Сегодня продолжим кладку, но есть момент, которым хочу с вами поделиться. Мы забыли смонтировать то, что хотели. Скоро сентябрь, скоро начнется сбор урожая, и у нас он получится в этом году даже, я бы сказал, нехилый. Но мы совершенно забыли о хранилище для этого всего дела. Не вмонтировали это ни в гараж, никуда. И у нас с Женей появилась такая мысль, тут у нас будет навес. Ну, вы знаете по проекту, у нас навес до конца забора. И вот в этой части сейчас можно что-то смонтировать, пока еще успеть. Я уже начал заваливать это все дело щебенкой, возить сюда материал, и потом у меня осенило. А как же мы с погребом-то решим вопрос? Нам же надо все это дело где-то хранить. И что самое печальное и подлое, то что сейчас делать какие-то бетонные работы, но это прямо на весь сезон. Вы знаете, что это надо выставлять опалубку, это надо много чего городить. А ландшафтный дизайн у нас сделан таким путем, что как раз в это место у нас исходится источник. Ну, воды. Они у нас проходят здесь и уходят дальше за ограду. Хорошо, что в комментариях наши замечательные зрители написали мне о классном варианте. И он, кстати, у нас есть тут прямо неподалеку. И мы сейчас с вами съездим и посмотрим. Это погреб из пищевого полиэтилена бесшовный. Вот. Классная штука. То есть залил его, закопал, заикарил, и проблем никаких нет. И хорошо, что сегодня у нас есть возможность пообщаться с пользователем уже данного погреба. Зовут его Андрей. И сейчас я предлагаю вам посмотреть данный выпуск. А после предлагаю в комментариях этот вопрос обсудить. Все, поехали. Мы приехали, друзья, на объект к Андрею. У него как раз есть погреб Тингард, который мы хотели бы посмотреть. И сейчас нам проведут, надеюсь, экскурсию. Так что приятного и полезного вам просмотра. Добрый день. Меня зовут Денис. Андрей. Я Андрей. Жень. Очень приятно. Моя жена. Спасибо большое, что приняли нас сегодня посмотреть погреб. У нас небольшой подарок. Как пчеловоды алтайские, занимаемся в общем медом. И у нас есть таежный дягилевый мед. Вот вам баночку такую привезли. Отлично. Супер. Достанем ее, наверное. Да, покажем, конечно. А то коробка как-то неинтересна. А как же ваши подтыщики? Они же не увидят, что там такое. Чтобы красиво было. Вот, дягилевый мед. Ну, коробку давайте выброшу, а это... Спасибо большое, мед мы очень любим. Это прям дягили, прям дягили с тайги. Стройка идет, поэтому тут как бы... Да, тебе мед поставлю. Тема какая у нас? Нам бы хотелось узнать, как производство самих работ происходило, сами ли вы это делали или делала компания, силами компании. Ну и как-то поэтапно, потому что мы, наверное, будем повторять эту процедуру, но своими руками, так как канал у нас строим дом своими руками. Вот, хотелось бы просто подробно знать все нюансы, с которыми столкнулись. Ну и вот в таком ключе. У вас в помещении, да, погреб установлен? Да, в помещении. Ух ты, как. Это гора... Нет, это сарайка. А, хозяйственная постройка. Да, хозяйственная постройка. Вот ее тут. И поэтому погреб решили. Его просто поставить негде было. И решили здесь. Почему именно решили все-таки тингард? Почему вы это не сделали в виде, например, там, бетонных вариантов? Или, ну, как сейчас закапывают, там, или кирпичом выкладывают? У вас уровень грунтовки? Ну, вообще, когда-то здесь вода стояла. Просмотрел все, вот, погреба выкопать самому, выложить. Если вода, если что, то уже, да, проблема. Как бы вариант, скажем, бетонный, литый. Тоже там, почитал, все мокнет. Грибок и так далее. Тоже. И он не спасет от воды. То есть, он не настолько герметичен. Угу. Вот. А вариант, как бы, тингард и аналоги. Ну, аналоги выполнены, ну, гораздо хуже, чем тингард. Я посмотрел по фактуре, там, по литью, поэтому не совсем. Ну, и комплектация тоже. И аккуратность исполнения. Они еще льют эти вездеходики делают. Да, ну, да, да. Понятно, что компания технологичная, если такие вещи делает. Соответственно, даже простое литье, там, с погребом, ну, не совсем простое. Ну, то есть, оно качественно, но оно так и есть. Это помещение у вас будет холодным? Ну, да. Оно будет холодным, задумывалась как холодным. Ну, теперь уже все равно, думаю, что-то надо сделать. Поддерживать чуть-чуть, там, градусов, может быть, там, плюс какой, 5, там. Потому что вот здесь вот теплый туалет. В бане не сделали туалет. Соответственно, вот его, сейчас здесь теплый туалет будет. Он будет вообще прям отапливаться. А, это вот, да, это вот здесь, да. Вот это помещение, да. Хотя он утеплен, там все, утеплитель десятка лежит сверху и на полтора метра по бокам. Вот. Температуру он держит в не жаркую погоду где-то 6 градусов, 5-6 градусов. Если жаркая погода, то там повышается она, там, градусов до 10. То есть, сейчас там 10 градусов ориентировочно? Сейчас, не знаю, можно посмотреть, потому что его открывали, делали, там, лазили. И двери открыты вот эти постоянно здесь сейчас сарайки. Его размеры интересны. Они же всяких разных комплектаций. Да, они разных комплектаций. Размер берется больше, на полметра, по-моему, там, вокруг погреба. Есть все чертежи. Они присылают, там, целая книжка. В книжке все рассказано, показано. Я даже не говорю, там, плюс интернет. Какие засыпки, какие грунты, какое давление. И под каждый грунт, там, все размеры меняются, засыпки меняются. Вот. Поэтому там все подробнее, что у них описано. Ну, если в двух словах, то обязательно, он же пластиковый легкий, как поплавок. Обязательно плита. Или заливается, или... Ну, я вот клал просто плиту заборную. А, то есть, это не в комплекте идет? В комплекте она не входит. Да, якорная, называется якорная плита. Это, чтобы он не всплыл. Да, да, да. Чтобы она грунтами не выдавила. Вот. Соответственно, эта плита укладывается. И погреб сам к этой плите привязывается. Троса, они предоставляют троса. Дополнительная опция. То есть, хочешь, покупаешь, хочешь, сам делаешь. Это уже там на своем сморе. Там, между ребрами, да, он прокладывается? Да, там специальные места между ребрами. Да, все это притягивается, чтобы он не всплыл. И потом это засыпается вокруг все таким, как ленивый бетон, его назовем. А, с элементами. То есть, это сухая стяжка, типа что-то вот в этом вроде. Да, да, да. Ну, он там еще даже меньше, чем сухой стяжки. Песок с цементом мешается и засыпается. Ну, вы делали всю систему утепления правильно, да? У вас получается? Да, ну, как положено. То есть, как у них там нарисовано все. Ну, и по-своему, чуть-чуть еще добавили где-то. А, еще утеплили. Дополнительно. Вот, в принципе, монтируется он несложно. Ничего там сложного нет вообще. Это быстро все делается. За один день это все можно реально сделать. Конечно. Как вот пишут в инструкции, что за один день вы его смонтируете. Единственное, что котлован там вот копать там и плита. Что с плитой? То ли ты ее привезешь, положишь, то ли там зальешь ее. Ну, плита вообще обязательно. То есть, если уровень грунтовых вод, например, вообще меня не тревожит, вот в моем случае, он очень низко, то мне плита, наверное, даже не нужна. Ну, по сути, можно и так сделать, ну, как полагая. Но если произойдет, у меня тоже сейчас были грунтовые воды когда-то 20 лет назад. Сейчас их нет. Вот, да, что там будет? Вот у меня сейчас получилось как? Забор там сделали, плиту поставили на место, пока не сделали еще отмазку. Соответственно, вода с крыши уже льется. И вода с дороги, и вот эта яма, которая там образовалась, все туда сейчас льется. А еще вопрос. Вам хватает сейчас по тому, чтобы расположить все, что вам необходимо? Мы не те люди с заготовками. То есть, у вас не так много заготовок, как вы думали, что будет? Ну, я думаю, что там будут, потому что, оно же, как всегда, вот не было погреба, холодильники, банки. Да, то есть, надо погреб, потому что банки в холодильнике, все, погреб сделали, все, банки сюда, там их посмотришь, да их там вот. Ну, понял, понял. Чем больше места, тем больше находишь, что туда поставить. Найдем, да, там есть, что сюда ставить все равно. Ну, тоже вот с размерами, погреба же разные бывают. Ну, я так буду врать, конечно, метр на два, ну, там вообще такая клетушечка такая вот. То есть, метр на два и два с половиной. Или полтора на метр. Не, я площадь, например, имею в виду, да, там вообще прям залазишь, вот стоя, вот они там полочки вот так вокруг и все. Ну, кому-то хватает, действительно, не, ну и нам бы хватило, по сути. Ну, это не наш вариант. У вас еще он, это с электроспуском, это лифт? Да, вот. Так это же, это опция, да? Ну, это опция, да, дополнительно. Ну, только так и никак по-другому. Ну, вообще, наверное, это удобно, то есть, если картошку положил в ведро, в мешок, да, на самом деле удобно, но он 150 килограмм, грубо говоря, но написано, что ездить на нем нельзя, но мы на нем ездим. Я себе сам сделал такой с погреба подъем, он, конечно, мощнее, наверное, я, ну, сделан мощнее, да, но мне на самом деле нравится. Нет, да, это классная штука, это, конечно, я-то... Единственная беда, если электричества нет, то... Нет, ну, у него, если электричества нет, ну, опять же, с другой стороны, он, если его поднял, тогда надо его опускать всегда. Если электричества нет, то по лестнице спустился и все вообще. А вы специально брали, да, с Тельфером? Да. Лестница-то все-таки есть. Она есть. Тут они, она, в базе идет лестница, например, это и на Тельфере есть лестница, и в базе есть лестница, она вот стоит вот там. Ну, да, да. Лестницу снял там. Сейчас я фанатик. То есть вы можете вообще эту, по сути, вот эту базу, ну, саму площадку оставить внизу и спускаться всегда по лестнице. Ну, я так, я так понял, я потом инструкцию читать начал, они про это ничего не сказали, я инструкцию читать начал, что 150 килограмм и люди... А, нельзя людям. Ну, это в плане безопасности. Да, что только для груза. Ну, если использовать только для груза, тогда маленько будет, ну, как-то непонятно, нерационально движение подъемов. У вас там со светом хорошо или мне лучше надеть фонарь на... Сейчас я принесу свет сейчас. А, да. Ух, только холодно-то здесь. Сколько? Вот, кстати, у них... Прям так нормально холодно. Вот эта штука идет, да, и там надо посмотреть. А, я смотрел, да, что в комплекте идет метеостанция и светильник. Я так понял, что ее задача, правильно, что вы спустились, а потом спускаете с собой мешок картошки. Кто-то он спускает. Ну, и вначале спустил, потом спустился сам, да, скорее всего так. А как он контролируется? Ну, вот все равно, чтобы там проветривание... Проветривание у него вот идет. А, приточка и вон вытяжная, да? Да, приточка, да, и вытяжка снизу. Вы сами контролируете или оно, ну, как бы самостоятельно там в своей жизни живет? Да, конечно. А это просто естественная вентиляция. Сейчас электричество вот заведем сюда. Угу. Аварийный фонарь. Угу. Нормально. Ну, так, сноуборды хранятся замечательно. Вообще, отлично, на полочку любили. Скажите, пожалуйста, полки чем-то дополнительно обрабатывали или вот прям делали, да, обработку? Да, они были обработаны, у них называется, как это, такой коричневый материал, как называется, не горячая, не горячая обработка, как-то вот они их обрабатывают. Ага, термо... Термо, да, вот что-то термообработка, он такой имеет коричневый-коричневатый цвет, но мы еще дополнительно... Морилкой. Дюфа ее отработали для этого, для дерева. Ну, это вы просто инициатива или они портятся начали? Нет. Просто сразу изначально вам прям новые полки. Так, с расчетом, как я помню, все это 20-30 лет назад, как в детстве все было, вот, ничем не обработанные плесневелые полки в папином погребе. Понятно. Соответственно, решил, что надо сделать, чтобы эта красота надолго сохранилась. Могу сразу сказать, что, ну, у меня у родителей сделан просто бетонный погреб, и это прям печаль. То есть, вот я сейчас здесь вижу, что нет конденсата, нет влажности. Влажность, вон, показывает 72 грамм. Ну, так это хорошая процентовка. Ну, да, это не чувствуется, как влага. Вообще, при том, что уровень грунтовки. Вот это тоже же это все. Да, да. Показывает, что сухо все вообще. Все сухо, здорово. И поместимость очень даже хороша. Ну, нам бы хватило для семьи точно такого размера. Ну, это два с половиной на полтора, наверное. Полтора, два с половиной, и здесь... Даже два с половиной, два, может быть. И здесь два, да, получается? Ну, да, где-то примерно, да. Ну, я выбирал долго, конечно, там и на цену не охота было особо-то там денег вываливать. Ну, тем не менее, погреб 230 с чем-то, там со скидковой какая-то акция там шла. Плюсом к этому идет подъемник 60. А, еще этот, тросы. Комплект тросов 9 тысяч, там под 10. А строители от Тингард, или это... Нет. А, просто вы наняли отдельное? Отдельное. Да, это, конечно, такой момент был, что его еще привезти надо оттуда. Но его привезли... А, и дорога еще, получается, 75 доставка, наверное, получилась. На фуре его привезли. Вот. Ну, вот эти моменты, ну, тоже как нормально. Ну, и закопать там, соответственно, тоже там 100 с чем-то получилось. Ну, можно сказать, что это... Ага. Приличная сумма, но обычный погреб считали, получается, он где-то, если совсем как обычный, там выкопал, выложил кирпичом, ну, я думаю, неприемлемо вообще. То есть, ну, это где-то там тысяч под 200, он такой может. Здесь главный-то нюанс это в том, что такие погреба, они нужны, где уровень грунтовки высокий. То есть, они же бесшовные. И он максимально защищает. То есть, у людей, у которых, у них просто нет вариантов. Им либо нужно будет делать максимальную гидроизоляцию, а это еще... Невозможно ее сделать. Это еще, да, хорошие деньги. Я даже вот у себя на Соколе у нас заглублен, но верховодка нам вредила. И первые два года у нас в подвале была вода. Пока мы не связались с компанией, которая занимается гидроизоляцией, все зачеканили, все промазали. Они изнутри это делали? У нас были проблемы в том, что мы, когда фундамент делали, мы шпильками насквозь через ПП трубу. И вот через эти шпильки у нас стекло. Вот мы все зачеканили потом, и проблема ушла. То есть, как мы не гидроизолировали снаружи, в любом случае вода нашла себе... А она всегда найдет. Найдет, да. Там даже гидроизоляция может от подвижки треснуть, там еще что-то. То есть, что угодно это может. И нам пришлось сделать хорошую отмостку с утеплением, большую, метровую. И вот у нас проблема эта кончилась. То есть, сейчас все хорошо. Но если бы был уровень грунтовки низкий, то только такое решение. Все хорошо, пока. Да. Вот. Ну, здорово. Здорово. Прохладно. Летом. Вообще здесь вот мне, с точки зрения девочки, мне нравится чистенько. Чистенько, аккуратненько. В баночке, ни в пыли, ни в паутине. Это да. Прям эстетично, как говорится. Да, с точки зрения мальчика, мне тоже это нравится, что все вот так чисто. Ну, знаешь, мечта, я же говорю, это вот, я считаю, с детства, там, с 10 лет моя обязанность была в погреб ходить. Там все время с пятиэтажки идешь, там, в погреб, в гаражи, там, и все. Но я это помню, как ржавая лестница, она, кстати, и даже обвалилась подо мной, там, 5 лет назад. Да, да, да. В погребу сколько там уже, 50 лет было там. С потолка капает, все кирпичи разрушаются. Да, кирпичи разрушаются, полки все там страшные, там, плесени, да. Хоть и обрабатывали каждый год это мучение. Ну, конечно, это все вот помнится, и после этого хочется вот. Здорово. Чтобы было чисто и аккуратно. Красиво, да, да, да. И спускаться было удобно. И спускаться, да. Ну, то есть, по температурным режимам все устраивает, все хорошо. Нормально, он перезимовал, я думал, что он замерзнет. Он перезимовал, была минималка что-то минус 4,5. Ну, это холодильник, по сути. Ну, да. Вот. То есть, и опять же, Насте все открыто, там дверей нету. Вот. Ну, как одна дверь, вот этой двери правой нету. Сейчас, опять же, будет здесь тепло достаточно, да. Поэтому вполне. У вас, в общем, находится он на стадии формирования этого? Да. А сейчас же заготовки только начнутся, поэтому это норма, что он полкушлой пока. Вот бабушку сейчас одну, маму мою перевезли, погреб, но здесь есть у них, ладно. Вторая, бабушка продала погреб в этом году, вот недавно. Соответственно, сейчас все поедет туда. Ну, и все заполнится. Да, все заполнится, поэтому я думаю. Мне кажется, у нас на зиму даже меньше заготовок банок. Ну, эта тема такая же она. У нас огород был здесь, вот уже как 5 лет его нету. И ничего. Ну, все, можно стартовать, поедешь? Ой, а давайте, я проходила. Так, только этот вот здесь вот. А мы сразу говорим, это не повторять. Людям нельзя. Все? Я ушла? Да. Ну, а мы по лестнице, сейчас. Нет, ну, радость это детям. Ну, да, я представляю. Это лифт домашний. Ну, мне понравилось. Мне реально понравилось. Во-первых, мне понравилось, что там температура держится. Единственное, что вот эти 16, которые мы увидели, ну, мы поняли, что пока было открыто, пока мы общались, она и туда зашла. А так, даже когда спустились, особенно в дальних углах, прям чувствовалось, что там холодно. Ну, и сухость. Да, да, сухо. Важно сухо. Какие-то были сложности при монтаже, во время монтажа у строителей или... Ну, только то, что готовая уже территория была. Ну, не то, что готовая, уже закрытая техника сюда уже не могла заехать. Соответственно, вот единственная сложность. Да, маневрирование сложно. Плиту пришлось убирать и оттуда с улицы все копать. Отсюда и экскаватор не мог двинуть яму так, как хочется там ее. И вот еще вопрос. Вы, когда мы начали только диалог сегодня, вы сказали, что нельзя было расположить по-другому, а вот если бы его просто, например... Ну, то есть он же мог сюда в угол встать или нет, если это наоборот? Или нет? Сейчас уже не помню. То есть получается, что мы сейчас находимся, вот он спуск. Да. И вот она идет. Да, да. Да, если даже его вот так повернуть, то вот эта штука была бы вот здесь, по-моему. Нет? Там дело было в плите, опять же. Плита сейчас лежит повдоль, вот, да. А если вот так ее развернуть, он туда копать, он не дотянется, в эскаватор, да. И сюда подрываться тоже под забор, чтобы забор висел в воздухе тоже. Там же эти стоят подставки под плиты. Вот. И они, получалось, зависли бы в воздухе. То есть вот из-за этого... В общем, лучше заранее, когда еще планировки начали. Да, конечно, да. Застройки нет такой сильной? Это уже его сюда вписывали. Соответственно, уже в существующую планировку. Поэтому такая вот сложность была. Интересно, если мы его смонтируем в теплом помещении, это возможно или нет? Конечно, возможно. Он будет работать? Будет работать. То есть у нас будет зона бассейна, просто это еще место, где мы не копали. И вот сделать бассейн, потом это все утепление, и вот его там. Да, да, да. Ну а почему нет? Это теплое помещение. Не, ну я много видел, что у людей в домах. А, прям, то есть в теплом доме? Да, в теплом доме. Ну там у них, наверное, это техническая какая-то комната. Котельная там или все что-то. Ну да, да, да. И у них прямо вот в доме я видео много видел. Друзья, ну что могу сказать? Единственное, обязательно подпишитесь на наш канал, ставьте лайки. И просьба, напишите в комментариях, пожалуйста, кто сталкивался уже с погребами. Нам очень интересно. Сейчас мы с Женей выбираем какой-то себе вариант. Вот этот понравился бесшовностью, понравился с чистотой, понравился тем, что очень легко монтировать. И если у вас есть опыт, тоже об этом, пожалуйста, расскажите. Ну а мы прощаемся с Андреем. Огромное вам спасибо за подсказку, за ваши советы. Ну мы, наверное, даже в выборе уже остановились. Все, друзья, до скорых встреч. Всем пока.